Вот еще одни нарциссы, а за ними бересклет. Бересклет вечно зеленое растение, я его на зиму не укрываю. Он уже пытается идти в рост, уже желтые такие внутри листики молоденькие появились. Розы пытаются у меня расти в этом году, но им постоянно не дает заморозок по ночам, хотя они его достойно выдерживают. Муж мне переделал в этом году полив на розах, сделал вот такие вот две трубы, там будут стоять на них кручелочки и будет поливаться. Некоторые делают капельный полив на розах, но у меня здесь нет такой возможности, они у меня очень густо посажены, плюс у меня щебенка по ним рассыпана. Капельный полив мне некогда здесь делать. то мы всегда розы поливаем утром или днем, чтобы быстро просыхали листья. Таким способом можно поливать только утром или на ночь, тогда будут грибковые заболевания. Поэтому смотрите, если кому интересно, розы нормально растут и при поливе сверху. Просто это надо делать в нужное время. Так сейчас цветет черный абрикос. Дерево более 7 метров. Он цветет так раз в 3 года. Дерево очень высокое. Сейчас по ночам заморозки. И на эту ночь пообещали заморозки. Неизвестно, конечно, нам кажется, что. Ну, красавец. Рядом ананасный абрикос. Он уже отцветает. Абрикосы цветут в этом году очень хорошо. На две ночи еще передают морозы. На эту и на следующую. Это актинидия пурпурная. Два раза она уже пыталась идти в рост. И у нас постоянно возвратные заморозки ее поражают. Но она все равно пытается расти дальше. Не знаю, будет завязь или нет из-за этих морозов. И сегодня ночью еще обещают заморозки. Абрикосы. Абрикосы. Продолжение следует.